Сегодня во всем мире празднуется Международный День Шахмат. И если в дореволюционной России считалось, что молодым людям нет смысла играть в эту игру до 18-ти, здесь нужна взрослая память и логика, то в Советском Союзе шахматные кружки пользовались особой популярностью у ребят 10-12 лет. Ну а сейчас юные таланты уже в 6 лет нередко становятся чемпионами. За ходом шахматной партии наблюдали наши корреспонденты. Итак, наша партия начиналась с одного из основных ходов Е2-Е4. Очень часто черные отвечают точно так же своим же ходом, получая равные шансы. Но в партии, которую мы посмотрим, черные сыграли иначе. За 3-4 партии профессиональный шахматист может видеть характер своего противника, который вряд ли раскрылся бы в простом будничном общении. Однако не только характер влияет на игру, но и игра способна изменить поведение человека, воспитать в нем определенные черты – целеустремленность, настойчивость и решительность. Но почему-то работает такая система только в детстве. Стиль игры часто зависит от характера ребенка. И это видно, когда ребенок приходит, как он пассивно играет или активно любит атаковать, любит защищаться, так же он ведет себя и в жизни проявляет. Маленькие дети могут еще и меняться. То есть, если он, например, пассивный, можно его настроить на активную игру. И это как-то у него характер, такой задор придает, и в жизни он тоже может измениться. Но это только с маленькими детьми проходит, взрослые, как известно, не меняются. В детстве воспитанники ходят не столько на шахматы, сколько на тренера, поскольку преподавание не ограничивается сухими поединками. Занятие в кружках – это общение, всплеск эмоций, и в то же самое время сосредоточенность, уход во внутреннее «я». Детские партии отличаются от взрослых прежде всего тем, что зрелые игроки часто переносят конфликты шахматного боя на себя. И после особенно горячих сражений они долгое время не могут общаться в обычной жизни. С детьми все наоборот, они умеют быстро забывать. У них каждая игра идет на победу, но противники все равно помогают друг другу, подсказывают ходы и решения. Больше всего в шахматах мне нравится ходить на соревнования. Это очень весело. И когда ты не знаешь, какой будет результат, может быть и такой, и такой. Это очень интересно узнать, кто победит, а кто проиграет. В школе юные шахматисты почти все учатся на отлично. Умеют планировать свое время, что дает им возможность заниматься в большем количестве секций и кружков. Учителя отмечают у них особое внимание, хорошую память, усидчивость и развитое абстрактное мышление, которое обычно у детей формируется в 9 лет. И считают, что ускорению процесса способствует именно игра в шахматы. Я начал 3 или 4 года назад. Мне понравилось, потому что там надо думать. Потом я поступил в кружок, и мне понравилось ходить на соревнования. Ну, там, когда уже все заканчивается, у тебя, например, низкий результат. И ты вдруг, и вдруг, и вдруг ты занимаешь призовое место. Вот мне вот так нравится, когда это неожиданно. Мы когда приходим, он пока все дети не уйдут, занимается, со всеми играет. А о том, кто и как занимается с талантливыми детьми, мы расскажем вам в фильме. А если подумать, сегодня в 20.50. Мария Леончик, Олег Якимов, Республика. Республика.